Здесь износ достаточно большой, здесь десятка точно есть. Тем более это Subaru, там вопросов не задается. Ну, это масляное голодание. Либо кто-то быстро ездил, на большой температуре долго держал. Или все вместе. Да, как правило, это масло, когда начинает горячее быть, она его, масло, хлоплость, и уходит. Георгий Александрович, я не могу на этом ездить. Ого, Subaru. Не, ну на самом деле в его словах есть... О, господи, о, господи, о, господи, да господи, ты боже мой. Есть иррациональное зерно, потому что вот этих вот вонючих здесь просто не продохнуть. Надо это все как-то немножечко дезавуировать. Получается, мать из опасный. Ну, кстати говоря, вроде миленько так получилось. Обогнал, женись, не обижай, маленьких. Боишься, значит, сделай как я, закрой глаза. Я не понимаю, что она отказалась на нем ездить. Здесь тоже все, он фуншую. Надо попросить перекраситься на Александру. Уф, сексолог вонючек понавешал. Мать моя женщина. Василий Павлович, я вдруг подумал, вот то, что мы сейчас с тобой делаем, это же нельзя называть свапом, понимаешь? То есть, как бы мы же, понимаешь, не просто перегружаем мотор из Subaru в Matisse. Я хочу сказать, Matisse свапнуть на мотор у Subaru. Не, ну, я не знаю. Нет, 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 плохая идея. Мы слепим Subaru. Я по-прежнему, Василий Павлович, знаешь, вот просто душа платит, почему Анна Александровна отказалась ездить на Matisse? Блин, ну... По-моему, она начала говорить про нас очень нехорошие слова. Да, она начала говорить очень нехорошие слова, и я признаюсь даже, там всякие, что мы не очень умные люди и все такое, ну, в таких рамках. Георгий Александрович, давай мы будем называть слова своими именами или что-то в этом роде. Она сказала, что мы дебилы, понимаешь? Ну, да, Анна Александровна, мы дебилы. Ну, это же весело, что? Смотри, вот, знаешь, задний сидит, этот самый, хлопушку наклеили, он столько всего позитивного. Я думаю, на такой машине, понимаешь, не страшно. Да, я думаю, что весь мир объездит, е-мое. Да, так, окей, значит, мы продолжаем перегружать мотор Subaru, четыре его части, не побоюсь этого слова. А ты звонил, кстати? Ну, блин, я позвонил, но телефон недоступен, Александр, так что... Короче, едем на шару. Да, да. То есть, как бы, не терпится субаристу. Обязательно. Поддерживаю, Василия Павлович, лайк. Это тот редкий случай, когда водители BMW разделяют, понимаете, ваше мнение. Никто не берет трубку, на мотор надо делать, поэтому надо ехать. Ну, что, берем? Берем, берем. Давай, что, куда хватать? Да, они же легкие. А, да, 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 действительно, да. Кто может подумать? И, короче, вот таким вот образом... Где-то неделю, да, уже лежит, наверное? Ну, с чем-то неделю. С чем-то, да. Причем, обратите внимание, у нас все по ГОСТу. Огнетушитель, аптечка, масло, ноу-нейм. Все, короче, для Матисса все четко. В общем, сейчас погрузим в опасного половину Субары. И поедем сдавать в расточку, точку проверять геометрию. В общем, посмотрим, что осталось от субомотора. Хотя осталось, честно говоря, пацаны немного реально базарим. Но ничего не поделаешь. Здесь тоже хорошо все. Георгий Александрович, я не могу на этом ездить. Ого! Субаристы. Не, ну на самом деле в его словах есть... Господи, о господи, о господи, да господи, боже мой! Есть иррациональное зерно, потому что вот этих вот вонючек здесь просто не продохнуть. Надо это все как-то немножечко дезавуировать. Получается, Матис опасный. Если он так вас не убьет, он убьет вас запахом китайских вонючек. Тарас Сергеевич, вот спасибо тебе большое вообще за то, что ты все это дело налепил. Сейчас на отрывании, думаю, идет какое-то время. Помогает в пути. Парни, я таки дал, воня не помогает. Воняет просто космическим образом, но не помогает. Так, сейчас еще вот это вот. Ну вот, летучая мышь, сигнализация с пейджером и самое главненькое. Я думаю, можно оставить. Я его убазарил. Георгий Александрович, там что-то звенит. Нормально, это же как Subaru. И че горит? Это не страшно, но горит, горит и горит. Василий Павлович, представь, что это маленькая такая мощная дикая Subaru. Кстати, мотор в багажнике у нас уже есть. R1 что ли? Ну, я не знаю, есть Subaru R1? Я-я. Вот, представь, что это Subaru R1. Поэтому, Василий Павлович, в атаку, в бой. Самое главненькое. Да, культовый Subaru R1 разучился снимать с ручника. Передача Кирова включает. Нормально все, Василий Павлович. Отлично едем. А ты, Гриш, поехали на БМ и поехали. У нас есть отличная техничка. Тем более, смотри, здесь видишь документы. Все, понимаешь, права, зайки. Вот как раз для Анны Александровны приготовили. И, кстати, помимо прочего, Василий Павлович, я нашел четвертый цилиндр вообще. Для Matiza от Subaru. Классная тема, да? Да. Мне нравится. Ты посмотри, на нас все смотрят, блин, как на этих самых. Как не на нормальных людей едут. Василий Павлович, ну и что? Мы же никому плохо не делаем. Мы сами по себе угораем. Но меня в полжи не смотрят, как на идиота. И ничего. Я еще жив, все нормально. Так что, я думаю, проблем нет. Четвертый цилиндр. Четвертый цилиндр. Тых, 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 тых. Четвертый цилиндр, тых, 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 тых. Чек, кстати, погас? Нет. Ну и хорошо. Все нормально. Что такое? Заглохли. Мощь! Это же опасный! Скоро, кстати, к Ивану Валерьевичу уже придет, газ пятого поколения, он уже заказал. Заказал, да, да. Жидкий впрыск, вообще опасный попрет. Как быстро интересно мотор распыдорасит. Кстати, Василий Павлович, давайте еще газ поставим на суббарку. Нет, ради всех светлых не надо. Я не хочу. Окей. Твоя тачка, твои правила. Ты так по ямкам-то негодяй, а то там сейчас задирма больше прибавится. Там упакован. А, все, все. Вред. Павлович, суббаристы вообще побежали сразу. Павлович! Оппозитного не остановить. Василий Павлович, елки-иголки. Я вторую бошку тащу. Павлович, куда ты понесся? Я понял, да? А, друзья, вы почувствуете этот запах масла. Вот это вот, как у меня на железной дороге пахло. В депо примерно так вот впал вот эта вся история. Такие раскрыт, валы валяются. Техника. Короче, все достаточно мощно и агрегатно. Так, бошки принесли. Техника. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Приветствую. Пойдем туда, остальное принесем, Павлович, сразу. Хорошо, пойдем. Пойдем. Тоже самое. Прикольно. То есть, прямо видно, что стучал, да, прям по первичным и вторичным признакам. А я вам сейчас расскажу, а вы мне скажете, что я не прав. Будем, это будет очень интересно. Вот этот шатун подгонялся по массе. Это свидетельствует о том, что двигатель уже разбирался. И этот шатун не из этого комплекта. Потому что на заводе изготовителя они все подгоняются заводом изготовителя. Ну, это Василий Павлович, он любит там жир. Подогнали по массе. Зачем? Значит, меняли. Да, верно. Раз меняли, потому что он стуканул. Да, верно. Раз он стуканул, значит, была большая проблема с коленчатым валом. Коленчатые волы на них не рекомендуется восстанавливать. Так никто и не восстанавливает. Вот все. Короче, да. Сейчас померяем и пойдем разбираться с головами. Так что поршни покупайте ремонтные, а дальше уже что и как. Вам расточник расскажет. Состояние зазоров в распятволах, да? Да, верно. И все, пока, да? Поменять маслосъемные колпачки, притерять клапана. Если требуются сухарики, есть в наличии. Ну, они продаются вместе. А, дядя Саня, ведь сухарики рекомендуется менять вместе с клапанами, да? Нет. Не всегда? Вы знаете, это процентов на 90. А, все, окей, все. Ну, я вам ничего не могу. Но самое главное, вам надо проверить зазоры в валах, да? Можно ли их еще установить? Ну, давайте посмотрим на ваши зазоры. Нет, нельзя. Ну, короче, валы на помойку. Смотрите, здесь вал изготовлен трубой, видите? Да, да. Стальная труба. Ее никаким образом на чугунные валы мы можем восстановить либо ленту, либо еще что-то. Но здесь, как только ты нагреешь, сразу его так. А, я понял. И кулачки начинают проворачиваться. То есть, на цельные распредвалы можно, а на полые нельзя? На полые никаким образом нельзя. Здесь износ достаточно большой. Здесь десятка точно есть. Тем более, это Subaru. Там вопросов не задается. Ну, это масляное голодание. Либо кто-то быстро ездил. На большой температуре долго держал. Или все вместе. Да, как правило, это масло, когда начинает горячее быть, она его масло, хлоплость, и уходит. Ну, работа там. Такая, да. Творческая. Все такие валы. Все такие валы, да, кстати. Или мы этот такой. Ну, получше. Но, знаете, тут у всех елочка образуется. Видите, вот набег. Головка, самое удивительное, что головки меньше изнашиваются, чем валы. Даже так вот. Если я посмотрю заднюю крышку, которая, по-моему, вот она больше. Ты загрустил? Да. Как ты переживать-то из этой ерунды? Да, это же Subaru. Мы из-за BMW так не переживаем. Ну, да. Кстати, вот дядя Саня делал голову на BMW. Кто помнит еще той великой зимой, когда антипочек лапана в трубу полетели. Ну, что, поехала машина-то? Да, нормально, поехала. Отлично. И мы снова, дядя Саня, на газу. То есть, скоро опять приедем. На газу какой? Пропан, бутан. Все, только пец. А по постелям, дядя? Я думаю, что вы принесете новые валы, мы вам опустим под зазоры нормально, и пусть все будет бегать. А, то есть, просто под это самое, да? Мы просто подпилим крышки, опустим. А, и все? И все. А, да ладно, лайфхак, я не подумал. А есть еще случаи, говорят, что вкладыши делают, да, да, да. Это будет стоимость головки. Все, понял вопрос. Смотрите, получается как? Чтобы сделать вкладыш, вот меньше 2-3 мм быть не может вкладыш, правильно? Ну, не может быть фольгой. Не может быть. Логично. То есть, это отверстие надо увеличить на 6, правильно? Куда тут деваться тоже? Ну, на 6 увеличили. Ну, и все остальное будет очень тонкое, жидкое. Ну, и все здесь будет такое, что вкладыши, во-первых, зуб резать. Ну, это мороки. Все, 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 все. Ну, вот эти вот, как только стали валы делать трубчатые, они перестали, мы их перестали устанавливать. Можно, видите, в любом случае, диаметр вала только уменьшить можно. Да, 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 увеличить его никак, да. Если просто по дикому варианту отполировать этот стакан и крышку в вертикальной углоскости зажать, да? Ну, чтобы не было зазоров. Но боковой зазор мы оставляем все вот так. По бедности это делается. По бедности можно сделать. Ну, что, тогда вам полтос на нем пройдет и опять... Но она не только здесь, она потеряет вот здесь зазор. Ну, да, да, да. То есть, этот мы можем уменьшить, а этот нет. Я думаю, что у вас здесь ничего страшного нет. Ну, здесь вот есть парк износ. Но, ребята, нефиг раз мы это делаем на таких клубах. Здесь все плохо. Видите, общая крышка, 4 клуба. Короче, нам нужны валы, по идее. Да, но это, по-моему, болезнь. Эти клубах. Ну, все нормально. Валы, поршня, Павлыч, что? Поршня, поршня. Я думаю, что надо сначала все это дело найти валы. И потом начинать все это делать. Угу. Сначала наден валы, а потом, как бы, скажем Александру, что ты начал делать. Ну, да, да. Ну, так, значит, валы, поршни ищем. Ищете все добро. Да. Купите мотор, мотор в целом. Такое тоже было. Насколько случаев было. Пошел искать поршни и купил мотор. И говорит, дай бог. Бывает такое, да. Нормально. И уехал. А потом, ну, неправильно. Знаете, как бывает. Надо найти что-то путевое, будет дешевле, купить поток. Ну, в общем и целом, да. Но он, ведь они где-то ходят 140 тысяч. 130. Ну, где-то так. Два раза по 130 было на нашем веку. Один раз 132 года прошло, 130 прошло. Вот он у вас на столе. Да, вот они больше не ходят. Надо знать об этом. Это мы знаем об этом. Ну, я сколько раз могу говорить, Александр? Купи нормальный автомобиль. Продай Subaru, купи что-нибудь другое. Ну, они же машины для драйва. Нельзя просто кататься. В этом отношении, наверное, на самом лучшем моторе все-таки Toyota. Знаете, все бегают и бегают. Да, может, там нет выдающихся характеристик. А то она бегает, и ты не переживаешь, что там что-то застучало. Бегает и трактит, да. Ну, все-таки ничего не поделаешь. Ну, если там пыль, то, кажется. Все-таки. Блин, стекло мешает опустить. О, так хорошо. Я думал, что вот эти штуки вместо налобачьего. Вот, например, вот так. Может, даже Анна Александровна перекрасится. Ну, Василий Павлович, видишь, все не так плохо. Поршни, первый ремонт, распредвалы. И бу-бу-бу. Вновь будем делать бу-бу-бу-бу-бу-бу. Что, Деоргий Александрович, поехали, наверное? Да, пожалуйста. Сейчас только семья, моя Субару, заиграет музыка. Как не уезжали, да? Ну, что, вернулись в родную автосферу. Кстати, бедолага. Антипыч, надо где-нибудь встать. О, Фантомас приехал. Нормальный антип. Субару как стояла, так и стоит. Павлович. Надо заглянуть, наверное, на блин. Посмотри. Это вообще стюльки-то. Вот что это? О, как тут выйти? А, все, нашел. Фантомас! Фантомас, мы Суба Модоро отвезли в Росточку. Ты следующий, японский брат. Драту-те? Проверяйте. Что это вы тут делаете? Что-то дома мне не сидится, что-то сохну. Я от тоски, понимаете? Есть такая песня, песня. О, зеленый чай. Что? А правда говорят, что все водители Infinity очень добрые люди? Есть сотка. Ну, правда говорят? Пиздят, суки. Да, это видно, понимаешь? От лохов отбиваться. Да. Это видно, да. Пришла пора расстаться. С чем? С фиником. Да ладно? Да. А что вдруг? Жизненное обстоятельство. Он не хочет капиталить. Видимо, не хочет капиталить, да. Да. Не, так, а что случилось-то? Жизненное обстоятельство, что? Нужны деньги. А, о. Что, финик продается? На третьего ребенка? Да, продается. Ссылочки будут в описании. О, нифига. Брата, братан, а ты меня спросил, понимаешь? Мы с Васяном только что реально приехали, отвезли субу Монтор, короче, в росточку. Все это такое. Приезжаем, тут ты стоишь, значит, за. Продаю финик, ссылочка в описании. Ты режиссера спросил? Ну, Георгий Александрович, вы же, если что, вырежете это. Да нет, конечно. Это не я, это Егорка будет вырезать. Ладно. Ссылки реально будут в описании. Сейчас, как бы, Фантомас расскажет, какие такие вообще. Что его заставило продать Фенимора. Я думаю, что он все-таки решил себе купить Citroën DS 3.5. У нас, кстати, там на складе есть одна стойка гидроподвески, тебе пригодится. На Citroën как раз. Края Тиф Технологии. Ладно, пойдем запчасти. Пойдем. А что мы? Нормальная тачка? Охонь. Ну, я говорю, для Анны Александровны все, видишь, так оформили. Но она сказала, что мы придурки. Правильно сделала. И что она не будет на ней ездить. Она же едет. Теперь у нас есть техничка. Да, зато куда лучше моторы возить? На Matisse, чем на XE, например. Ну, здесь были кипятки. Здесь написано еще чуть-чуть и раз. Здесь, видишь, написано было. Здесь ремонт вашего, а дальше, как бы, время сделало свое дело. Понятно. Ну, просто мыть надо чаще. Да, здесь дверь не от этого, крыша не от этого. Ну, ты же знаешь, Костяныч, вон, тут, как бы, печаль. Пойдем. Пойдем. Ты видел как-нибудь такое, да? Представляешь? Субару. Субару технологий. Причем вот эта цельная болванка. А вот этот распредвал, он такой, вишь, трубчатый. Полный, да. Полный, да, да. На камере не видно, но он до сюда идет. Здесь вот так вот он слеплен, сварен. Технология трения металлов. Ну, вам, владельцам Infinity, виднее. Я просто передачу смотрел. А, Discovery Like. Представляешь, да? И вот так вот, смотри, трубчатый металл. Да, и причем кулачки, если обратить внимание, они тоже не цельные. Они вознадетые? Надетые. А, да ладно. А, да. Вознадетые специальные. Офигеть. А, кстати, да, да, да. Слышишь, Палыч? Нет. А ты знал, что у тебя кулачки на распредвал съемные, не надеваются? Блин, им повезло, а только распредвалу не повезло. Распредвалу вообще не повезло. Ищи паршня. Чуть-чуть, да. Да, прикольно. Короче, вот, ты представляешь, да? Вот это слеплено. Это надето. Надето. Это надето. И внутри дырка, и все, короче. И нести его только на помойку. Не, его можно как кубок использовать. Можно, да. Василия Павловича. Как сексологу дырку подарить. Ах, че. Итак, Георгий Александрович, у нас поршеньки, которые нам нужны. Это 0,25, первый ремонтный размер, 230. Так. Значит, у наших друзей на завтра можно отжать за 4,500. 4,500, и того почти 20. Почти 20, да. Неплохо. Ну, Павлович, согласись, это лучше, чем на ТЕСАНе моторе один поршень на ВАГ, понимаешь, 20 косарей. Да, кстати, сейчас еще по распредвалам зверху, но у меня есть. А, давай, давай, давай. Кстати, Михалыч, Фантомас продает Инфинити. Тебе не нужен? Инфинити продает? Да. Он хочет купить Ситроен, но он пока об этом не говорит. Реально. Не, ну согласись, вот реально едет, короче, на Ситроен ДС. Ну, че-то тоже будет. Да, Фантомас. Да, да, да. Но вообще ни к ней не нужен. Ну, мне тоже не нравится. Да. Тут решил продать все-таки Йети Ленкину. Да ладно. И че? Купить Антипычу второму. А, еще одного Икса? Да. Какой? Хочу дизель трехлитровый. Рестайл или дорестайл? Рестайл. У нас же уже на комплектухе, небось, все такое? Конечно, конечно. Кстати, удивительно, вот если продать Шкоду Йети, нормальных денег, кстати, на Антипычу хватит. Потому что Шкода Йети стоит дороже, чем Антипычу вообще в любой. Должно хватить. Должно хватить. Кстати, друзья, да, поэтому у нас сегодня какая-то барыжническая серия. Если вдруг, мальчица, кто-то хочет продать Антипычу дизельного, рестайла, пишите Алексею Михайловичу. В группу, как бы, автосферу пишите. Приедем, заберем. Ну че, Василий Балыч? Значит, сказали, что сейчас номерочек скинут и звякнем человечек, который занимается такими штуками, распредвалами по дешману, так сказать. А, ништяк, ништяк. То есть, Subaru Brast, Subaru Разведка. Да, да, да. Неплохо. А Citroёn черный будет или белый? В окнах светит свет, значит, день. Друзья, давайте сделаем это. Финальный, так сказать, аккорд всего этого безобразия. Значит, Василий Павловича ништяки. Алексей Михайлович. Действие происходит в автосфере. Ремонт автоматических коробок передачи. Я хочу сказать, что сегодня мы положили начало, так сказать, воссоздания мотора Subaru. А Infiniti продается. Все ссылочки будут в описании. Ну реально, реально, Фантомас. В общем, всемиры добра, удачи. Лайк Василию Павловичу. Если нужен Infiniti, к Фантомасу. Если сломалась автоматическая коробка передачи, к Алексею Михайловичу. Всемиры добра, удачи. Покупаем, не стесняемся. Следите за новостями. И, кстати, можете тоже предлагать Citroёn Фантомасу. Алексею Михайловичу, дизельный X5. Всемиры добра, удачи. Пока. Антипочковое братство расширяется. Или нет? Антипочное, правильно? Антипочное. Антипочное братство. Всем пока. Нормально вот, да, склонил? Тут у нас, кстати, еще один чувак бегает. Илюха зовут. Тоже хочется продать Audi, купить X5. Ну, ты, вы вообще отъедете походу, где-то. Да, просто... Давайте, блядь, все купим X5. Просто моторы ходят подольше, чем, понимаешь, 100 тысяч человек. В чем субатузская еда. Ладно, все, забазарились. Всем пока. Удачи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok